по старой доброй традиции мы из холодного помещения переместились в теплое для того чтобы все подготовить для нашего бургера как я говорил если у вас есть возможность приготовить котлету для бургера и сам бургер сделать на углях обязательно делайте так чтобы вам это не стоило потому что так будет в семь раз вкуснее вот у меня есть сразу готовый вкусный говяжий фарш если вы хотите очень сильно заморочиться вы можете сами сделать фарш до соотношения жира и мяса в нем должно быть 70 на 30 где 70 процентов это мясо 30 процентов это жир вот это фарш приблизительно такой жирности многие говорят потом надо посолить потом поперчить мясо надо должно отдохнуть поверьте мне мы берем готовый хороший говяжий фарш более того это не реклама но из достойных и те которые каждый может себе позволить это конечно же мира торг возьмите мира торг хороший фарш 400 грамм берем и сразу добавляем сюда соли посолили фарш после чего отлично его перемешиваем рукой хорошенько хорошенько когда я готовлю котлеты для бургера я всегда рекомендую на вот например на пол килограмма фарша на 400 грамм если быть точнее добавить небольшую ложку горчицы в фарш естественно может добавить и также свежемолотый черный перец но у меня его к сожалению нет поэтому я его не добавляю хорошенько перемешали фарш теперь его нужно отбить для того чтобы избежать лишних пузырьков воздуха которые впоследствии могут навредить целостности нашей котлеты прям хорошенько представьте эту голову обидчика какого-нибудь можно вот так сделать чем больше таких вот отбивающих манипуляций они могут быть вот такие вот такие с фаршем тем лучше теперь мы берем и формируем котлету приблизительно 150 грамм мне кажется что это будет от стока теперь формируем котлетку для этого сначала сделаем шар и потом равномерно начинаем ее придавливать делайте котлету чуть больше булочки которую вы будете использовать приготовление вашего бургера еще раз фокусирую ваше внимание на том моменте что котлет надо делать на 20 процентов диаметре больше можете взять клетчатый листок рассчитать математически как это будет в принципе на глаз смотрите вот такая булочка у нас будет и котлета больше когда мы будем жарить она ужмется и будет тютелька в тютельку может быть даже чуточку меньше чуть-чуть налил на тарелочку масло для того чтобы сюда взгромоздить нашу котлету аккуратнейшим ее отрываем и с промасленной тарелочки нам будет ее легче брать можно также использовать пекарскую бумагу на меня к сожалению и нет поэтому так теперь будем готовить соус для этого нам понадобится естественно тарелка в которой это все будет храниться в этой тарелке мы будем смешивать первым делом я добавляю сюда думали кетчуп нет конечно же майонез основа любого соуса для бургера это майонез майонез в два раза меньше чем майонеза мы добавляем кетчупа хорошего кетчупа обязательно для остроты и дабы заострить все ароматы мы добавляем ложку горчицы следующее что у нас будет соусе это маленькие маринованные очень вкусные огурчики мы их очень мелко будем сейчас нарезать отрезаем попки разрезаем вдоль на 34 надреза и маленький 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 кубик отправляем маринованный огурец кетчупу майонезу и горчицы дальше мелкой рубим туда чеснок отрезаем и добавляем для кисели лимон треть лимона удаляем косточки и выдавливаем все это в наш соус можно добавить мед но меня нету меда поэтому я беру обыкновенный пакетик сахара и высыпаю тоже сюда теперь все это хорошенько перемешиваем и это еще не все вы могли заметить что меня есть салат айсберг и вы думали наверное что я положу его на булочку но это не так мы берем салат айсберг отрезаем от него попку разворачиваем его обязательно кочерыжку отрезайте смотрите умники и умницы многие говорят о том что надо рвать руками он будет горчить все это туфта берем разрезаем на мелкие тонкие линии после чего нарезаем его кубиком нельзя вот тонкими тонкими квадратиками перерубленный и очень сочный салат айсберг берем и добавляем сразу в наш соус и перемешиваем и так быстренько пробежимся если вы конечно хотите заморочиться и сделать свою булочку для бургера но поверьте все потраченное время ни капельки не замените вкусовые ощущения которые вы получите от собственной приготовленной булочки просто придите в магазин и купите хорошую мягенькую булочку что с ней надо делать и как она поведет себя на костре об этом чуть позже ну а теперь о тех ингредиентах которые кроме котлеты будут нашем бургере я не сторонник для того чтобы делать целую рассаду класть туда одно второе третье четвертое пятое это все забивает вкус бургера поэтому а именно котлеты это самое главное котлета вот наш соус также мы будем использовать хороший сыр чеддер не просто который продается такой знаете плавленые и сделаны вот так нет хороший сыр чеддер обязательно бекон и простой свежий лук ну что ребята уже стемнело на самом деле менее красиво не стало напомним сегодня делаем бургер делаем его обязательно жарим котлету на углях потому что так будет плюс 100 к вкусу смотрите сейчас пока я перебираю угли сразу объясню жар должен быть хороший плотный и интенсивный но более того будьте готовы к тому что жир который содержится в котлете потому что котлет должна быть жирная чтобы она была сочная он будет капать приготовьте помните как я выпуске про шашлык рассказывал возможно присолить угли солью для того чтобы они меньше полыхали то ссылка на шашлык будет здесь жарить котлету мы будем на решетке распределяем угли уже все подготовили сейчас поставим решетку прокалиться более того я смазал ее уже маслом для того чтобы котлета меньше прилипало перед тем как жарить котлету я хотел бы каримализовать булочки но для того чтобы сахара содержащиеся в тесте они придали такую корочку но это во первых вкусно но во вторых в принципе это меньше будет способствовать тому чтобы бургер разваливался мы просто кладем на угли и обжариваем буквально в течение 30 секунд надо постоянно мониторить булочки прогреются у нас более того у меня есть такая вот потрясающая приблуда я сверху накрою для того чтобы воздух циркулировал и равномерно прогревал булочки 30 секунд прошло давайте посмотрим что у нас получается отлично отлично подрумянились булочки мы откладываем их в сторону теперь приступаем котлете так я напомню что котлету я сделал на 20 процентов побольше чем сама булка для того чтобы она немного ужарилась и выкладываем котлету на решетку настало время перевернуть нашу котлету задача это конечно не из легких если у вас нет специальной гриль решетки о потрясающе равномерно прогрелась зарядилась запахом углей и это кстати как мы перевернули тот самый момент когда можно в сторону отодвинуть котлету рядом на решетку мы выкладываем два слайса бекона переворачиваем поджаренный бекон нам надо вести его до хрустящей корочки ждем настало время когда на нашу котлету мы сейчас еще один раз ее перевернем и теперь сюда мы кладем кусок сыра и ждем когда он немножечко начнет впитываться и обтягивать нашу котлету подплавился немножко сыр поджарился бекон мы выкладываем его наверх сыра а теперь у меня есть вот такая крышечка у вас это может быть обыкновенная металлическая тарелка теперь мы это все накрываем объясню для чего для того чтобы циркулировали ароматы котлеты сыра жареного бекона все это на углях и получится просто невероятно у нас есть ровно одна минута до того момента как мы будем снимать нашу котлету вместе с беконом и сыром в этот момент мы накладываем на нижнюю булочку вот этот соус которым содержится куча различных ингредиентов и здесь сразу я добавил лист салата айсберг покрошил его мелко ну что не вижу повода не забрать нашу котлету отсюда выкладываем ее сверху обязательно на горячий бекон и на котлету положить свежего вкусного репчатого лука хотите можете использовать красный сегодня у меня обыкновенный репчатый это ни капельки не усугубит и не сделает хуже наш бургер на вторую булочку я добавляю кетчуп хороший тот кетчуп которым вы действительно уверены который вам нравится выдавливаем кетчуп размазываем ложечкой и накрываем за этот бургер ребята я отвечаю делайте именно так повторяйте все мои советы и тогда он получится действительно невероятно вкусным если кому-то что-то непонятно обязательно пишите за ваше здоровье рубаю поверьте это очень вкусный бургер ребят простите я должен говорить как бы сейчас но я не могу не есть этот бургер поэтому я буду говорить с набитым ртом это был кушать андрюшин всех обнял приподнял подписывайтесь на канал ставьте лайки всех люблю целую пока не не до этого полностью